Привет-привет! Сейчас покажу, как делать не надо. Такой антиурок. У меня будет одна и та же бумага, но разные кисти и разный подход. Я думаю, вам так будет понятнее многим, у кого особенно не получается в кавычках, чтобы вы поняли в чем дело. Подкладываю коробочку, чтобы склейка была под углом. И рисую какие-то несложные предметы. Сейчас я не буду заострять внимание на предметах, на их форме. Какие-то, допустим, листочки. Сделаю три. Размер, ну так просто получилось. Надо было этот побольше. Можно сразу. Давайте его сделаем побольше, чтобы было виднее. Вам сейчас это рисовать необязательно. Вам нужно посмотреть и постараться понять. Особенно тем, кто думает, что у него не получается. Понять почему. Я хочу вот два листика сделать так, как вы делаете. И чтобы вы увидели разницу, как делаю я в третьем листике. Смотрите, у меня будет две кисти. Одна вот такая, она тоже немаленькая. В фирме какая-то неизвестная. Вроде неплохая кисть, если ее намочить, кончик у нее тонкий будет. А нет, не очень, но это я, видимо, не ту взяла. Ну вот так, если приглашать. В принципе, кисть как кисть. Тоже немаленькая. Можно ее там заливки делать. Вроде бы. И вторая кисть вот эта, которой я работаю. Моя любимая. Куплю шестерка, белка, микс. Ну, если ее намочить, она чуть-чуть побольше, чем эта. Но все равно примерно они одинаковые. Вот. Начну с этой кисти. Это вроде, ну, это синтетика, но по ощущениям она мягкая. Ну, как белка, как колонок. Вроде бы неплохая кисть. Смотрите. У меня тут краски не видно. Давайте подниму. Буду с этого края рисовать. Так. Это тоже очень важно, почему я сейчас пододвигаю краски. Потому что вам нужно видеть, как я работаю с краской. И в чем разница. И даже вот воду я бы хотела, чтобы было видно. Ну, наверное, никак не получится. Ну, ладно. То есть вот так вот макать кисточку. Вот так кончик, видите? Чуть-чуть вот так. Вот так не надо. Я макаю кисть всегда вот так вот полностью. Хорошо ее размачиваю, чтобы она там в серединке размочилась. Вот так вот обкрасть, об стенку. И ее размачиваю, разминаю, чтобы она вся-вся была хорошо смочена водой. И макаю лишнюю каплю, убираю, чтобы не капнуло легонько вот так. И потом набираю краску. Тоже, смотрите, не кончиком вот так вот. Чуть-чуть набрали. Потом взяли, чуть-чуть вот так вот покрасили. И то тут у меня уже много воды. Бывают зачастую начинающие берут еще меньше. Вот нужно раскрашивать. Как бы набрали кисточку и размазали по бумаге. То есть краска у вас не стекает. Я же делаю вот так. Я кисть сейчас макаю в воду. И полностью кисть всю, ну, конечно, в разумных пределах. Но вот так вот хорошенечко-хорошенечко набираю краску. На палитру. Если мне нужно больше воды, я добавляю больше воды. Чтобы ее было много. Видите, она течет. Вот она вот прям вот капля вот с кисточки. Начинающие же обычно... Ну, я сейчас буду показывать самые такой... Все ошибки, которые можно. То есть кисточку смочили чуть-чуть. Кончик макнули в водичку. Достаточно. Взяли чуть-чуть красочки. Тоже кончиком кисточки. Очень аккуратненько. Потому что мы стараемся. На палитре как-то вот так вот чуть-чуть ее подразмазали. Взяли другую краску. Ультрамарин, допустим. Еще чуть-чуть. Кончиком так же что-то там чуть-чуть набрали. Смешали. Так, слишком синее. Так, мы видим, что краска густая. Нам же нужна воды. Берем воды. Ну, вот тут тоже опять-таки. Кончик вот так вот макнули. Так, идем к нашему листику. Что-то у меня слишком воды много. Возьму краски побольше. И вот так вот начинаем раскрашивать. Ну, в общем, в таком духе, это может быть цвет поменять немножко оттенок. В общем, видите? Сейчас вот то, что я делаю, это мало воды. Если даже вот этой кистью я возьму много воды. Вот я взяла. Тут у меня побольше жидкая краска была. Закончу этот листик. Вот. Ну, будем ждать, пока высохнет. Но уже видно, что заливка не получилась. Что краска не перетекает. Что очень четко видно, что вот один цвет у нас мы положили. Потом красный. Потом вот этот жидкий. И сверху капельку жидкого. Тоже, когда разная консистенция краски, то слишком жидкая, то погуще больше пигмента. Она плавно не перетекает. И получаются, ну, такие вот неплавные переходы одного цвета в другой. Теперь первой этой же кистью делаю еще один листочек. Сейчас попробую сделать, как делают некоторые ученицы. Вот они берут цвет. Немножко зеленый пытаются сделать, там, для листа. Но это даже много. Вот. Прямо хочется убрать лишнюю воду. Так вот, тихонечко раскрашивают. Немножечко погуще возьму. То есть по их работам я сразу вижу, ну, мало воды берете, берите больше. И вроде бы тут плавный переход получился, но все равно он не настолько плавный, как мог бы быть. Видите, как я работаю? Кончиком так беру. Потом так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть раскрашиваю. Ну, при таком подходе не получаются такие вот плавные, красивые заливки. Смотрите, сейчас сделаю третий лист. Как было бы правильнее делать? Вот лист. Еще один такой же. Беру ту же самую кисть. Окунаю ее полностью в воду. На палитре беру. Видите, я смешиваю. У меня вся кисть в краске. Я не кончиком вот так вот смешиваю. Вот так вот часто тоже делать. Вот так, и потом... Полностью кисть вся в краске. Я набрала краску, она с нее стекает. Видите, насколько больше воды? Там чуть-чуть поменяю оттенок. И получается настолько много воды, что вот в форме этого листа весь лист как одна сплошная капля. И там вот можно сделать вот так, погонять каплю. И будут плавные-плавные переходы. Какая-то красивая такая заливка. Вот. Потом можно взять погуще краску, понасыщеннее. Так. Сделать краешек. Но он у нас сейчас не будет темный, потому что все растечется, потому что у нас мокрый листок. Но для того, чтобы вот эта темная краска оказалась по контуру, я беру горизонтально, кладу работу. Окунаю кисть сильно-сильно в воду и ставлю вот тут капли. И капли воды вытолкнут пигмент. Листочек получится с таким ощущением, что он в центре светлый, а по краям темный, как будто вот обведен даже. Но это нужно будет ждать, терпение, пока это все высохнет. Сполоснула кисть и только край банки убрала лишние капли. Не вытирала салфеткой. И сейчас вот из центра листа, только из центра, постараюсь убрать лишнюю воду. Желательно коснуться вот только воды, а до бумаги не докасаться кистью. Так как он очень мокрый, у меня кисть не оставляет белых следов, она очень, ну, убрала в центре воду. И те места, которые были сухие, где касалась кистью, они опять водой все заполнились. И давайте покажу, как я делаю листик своей кистью. Вот моя кисть. Все буду делать то же самое, только другой кистью. Может быть, сейчас это будет не так четко и ярко видно, но поверьте мне на слово, что когда я делаю одни и те же предметы, одинаково вообще работаю этой кистью и той, которую я вначале делала, этой все равно получается лучше, потому что вот заливки, она набирает в себя больше воды, и заливки получаются более плавные, нежные переходы. Видите, на палитре полностью у меня кисть и в краске. Получился не очень ровный переход, но тем не менее все равно потекло. Я могу сейчас погонять эту капельку. Не переживайте, оно все синим не закрасится, все равно сверху будет, я вот сейчас про этот лист, сверху будет более желтая, к низу будет переходить в более синий цвет. Я надеюсь, видите разницу, как я делаю эти листья, это как не надо. И надо вот так. Часто еще начинающие делают, сейчас покажу, совсем сухо. Ну вот листик, совсем вот берут капельку красочки, погуще. И вот так вот, вот таким маленьким, обязательно мазочком, чтобы не вылезти за границы и все ровненько сделать, вот так вот делают. Видите, это совсем не так, как я делаю вот эти два листа. там какой-нибудь другой цвет, чуть-чуть. Ну то есть очень сухо. Неправильно, когда вы кончиком вот так берете, кончиком вот так вот чуть-чуть подрисовываете, маленькими мазками, как стежками вышивания. Я знаю, начинающие это любят, и даже маслом, когда делают, любят взять маленькую кисть, еще поменьше вот этой, и большой холст, вот так вот зато аккуратненько, там все подрисовать, подкрасить. Но в акварели так точно делать не стоит, потому что ну это не акварельный прием, это скорее вышивание, только вы не нитками вышиваете, а вот ваши стежки кистью. Не бойтесь брать больше воды, экспериментируйте, меняйте кисть, потому что действительно от кисти зависит результат. от бумаги, конечно, да, от красок, но кисть тоже важна, потому что одной и той же кистью, ой, разными кистями, но когда вы работаете одинаково, могут получаться разные заливки. С этой у меня не очень, но это я выяснила только опытным путем, что вот с этой кистью у меня получаются лучшие заливки. Когда я уже сделала несколько работ, посмотрела, вот какие-то работы явно лучше, даже сложно объяснить почему, но вот благодаря этой кисти. Поэтому экспериментируйте, пробуйте, вы сейчас учитесь, отнеситесь к этим работам как к учебным, как к упражнениям, в прописи. Вот мы крючочки эти рисовали, потом писать научились, а если бы нам не давали этих крючочков, сразу сказали, пишите. Ну, конечно, у нас сразу гораздо бы хуже получалось. У нас же даже с прописями получалось так себе у многих, например, у меня. Поэтому вот эти вот все упражнения я даю сразу в курсе, чтобы вы могли не только поучиться вот прописи, листочки, там поделать, крючочки, а и при этом учась получать новые работы для портфолио. Но не переживайте, если они у вас не идеальные, как вам хотелось бы, это просто учебные работы. Следующие получатся 100% лучше. Спасибо за внимание. Увидимся в следующих уроках. Вот так вот делать не надо. Видите, насколько здесь плавнее и красиво вот прям вот этот градиент, переход от одного цвета в другой. Хотя вот тут тоже вроде бы плавно, но уже совсем не то. Здесь можно немножко капельку убрать. Но за каплями смотрите, потому что, когда вот на такой стадии остаются вот такие капли, они могут высохнуть некрасиво. Немножечко их можно убирать лишнюю влагу. Но очень аккуратненько. Стараюсь не касаться даже бумаги. Только капли с водой. Все. Увидимся в следующем уроке.